Работает, в эфире! Идет экран, да? Уверен? А еще? Красная кнопка горит, видишь? Да, вижу. Не надо больше нажимать. Руки прочь от камеры. Пожалуйста, прошу вас пополнить. Сейчас пополню. Ты-ка давай, ты не отвлекайся, я пополню. Мы, конечно, обсуждаем непростую тему, точнее, исследуем влияние на человека, который может оказать изучение и практика боевых искусств, таких как дзюдо, самбо, карате, айкидо и так далее. И, скорее всего, это влияние все-таки откладывает отпечаток на человека какой-то. Скорее всего, помимо самого изучения боевых искусств, на человека откладывает отпечаток и среда, в которой он изучает это боевое искусство. Те преподаватели, которые обучают этому боевому искусству. И здесь немаловажную роль, конечно, наверное, играет не столько обучение техники приемов исполнения, сколько объяснение фундаментальных принципов исполнения тех или иных приемов, их нравственную составляющую, какую-то интеллектуальную составляющую. И педагогическую составляющую. Ну да, это все как бы, да, соответственно, идет, да. Поэтому, конечно же, я хочу еще раз моих уважаемых собеседников немножко подвигнуть к тому, что мы все-таки исследуем. И хотим понять, на самом ли деле боевые искусства могут оказывать воздействие на человека в разных областях его дальнейшей жизнедеятельности. То есть, в любом случае, да, если даже мы берем спортсмена, который большого спорта, он все равно заканчивает свою карьеру, да. И он дальше идет и становится, вот мы знаем, многие изучающие, практикующие боевые искусства стали политиками и так далее. И те, кто даже не изучал боевые искусства, а, допустим, вот пример, там, взять Рузунта, да, президент Семеновской Фабельки, который не изучал боевое искусство. Но когда стал президентом США, он вдруг заинтересовался дзюдо. И, кстати, в Белом доме был даже зал дзюдо. Он стал, наверное, в большей степени интересоваться именно философией дзюдо. Пример тому действующий сегодня президент Российской Федерации Владимир Питер, да, который сначала изучал самбо и потом стал президентом, управляющим государством. Есть еще другие примеры людей, которые занимаются. Есть политики в различных областях, да, там государственные дома, там чиновники. Есть бизнесмены, которые стали потом, да, управлять компаниями, используя принципы, да, теоретические, наверное, все-таки как бы больше теоретические уже используются принципы боевых искусств, как не столько физические, да, на телесном уровне. Вот. И хочется, наверное, как-то исследовать этот вопрос поглубже, потому что этот вопрос интересен. Этот вопрос интересен, и я по себе скажу, что, конечно, мое мировоззрение в отношении моего поведения в обществе менялось. Если взять первоначально, когда молодые годы, да, когда я был, так сказать, спортсменом джудаистом, мое понимание мира или отношения с обществом было одним. Сегодня оно уже гораздо изменилось. Сегодня оно, но опять-таки, потому что я стал продолжать изучать все-таки боевые искусства, продолжать изучать их философию, и мое поведение изменилось. Хотя, хочу сказать, что изначально оно тоже было достаточно мягким в мое поведение. Я всегда старался, как бы, все-таки мягким путем, хотя мы с Андреем обсуждали, есть понятие мягкий гибкий путь, но это не всегда значит, что он трусливый, да. Это, может быть, более вдуманный, обдуманный, анализирующий ум, как бы, внимательный, с уважением. Да как-то вот так, чтобы это, как сказал Кана Дзегора, дословно не помню, но идея такая, что мы, как бы, практикуем боевые искусства для того, чтобы принести пользу обществу всему, всему максимально. То есть, практически раствориться в обществе для общего блага, то есть, практически стать благостью для общества. Практикуя боевые искусства, мы становимся благостью для общества. Это, конечно, высшая точка. Не знаю, насколько в управлении, вот хотел просто поинтересоваться, в твоей, Андрей, в твоей Ростем жизненной практике, использовали ли вы методы просто в жизненной практике, в семейной, в бизнес-практике, в деловой, использовали ли вы методы самбо, дзюдо, использовали хотя бы теоретически. Я не говорю о технической, физической, там, взять бизнес-партнера, если он что-то там и так сделает, бросить его и технику там приема, уж имени Айхилла замзет, а теоретически. Андрей, Ростем, использовали ли вы? Я, что хотят, ну, вы сейчас можете сказать, а ты что, Роман Молчиш? Я хочу сказать, что я использую, и с каждым годом я использую, я использую все больше и больше. И в отношениях, взаимоотношениях семейных, и во взаимоотношениях бизнеса, деловой, и во взаимоотношениях общения с людьми, выстраивания каких-то взаимодействий в разных областях. Но вижу, что есть и такие люди, которые не совсем, прям, хотя, опять-таки, это, знаете, как, когда мы сможем понять, правильно мы делали или нет, как-то мы уже об этом говорили, да? Когда уже будет пройден практически весь путь, и мы сможем понять, правильно мы делали, использовали мы то или нет. Ростем. Да, я, вот, мы общаемся, и одна из наших больших ценностей жизни, это как раз общение. И ценность свободного доверительного общения, она очень высока для всех людей, и для меня в частности, и это всегда было отмечено, как говорится, великими мыслителями, святыми писаниями. В описании, как бы, райских планет, именно говорится, что люди друг другу входят в гости, открывают друг другу души, вот, не говорят, а припевают, и не ходят, а пританцовывают. Так вот, в нашем общении мы затрагиваем актуальные темы, которые, как бы, тревожат на сегодняшний день душу и не могут нас оставить, как бы, к этим темам безразличными. Вот, что-то я, может быть, упустил, но, когда мы говорили и делились такими важными делами, но хочется подчеркнуть, в общем-то, возвращаясь, как бы, к прошлой теме, да, то есть, к прошлой теме, ты, безусловно, задал сейчас вопросы, немножко меняющие направление. В прошлую тему ты имеешь в виду, что в прошлую тему? Ну, влияние боевых искусств на личности. Но она, эта тема и продолжается. Да, ну, как бы, тема продолжается, безусловно, безусловно, я могу на эту тему распространиться, но, как бы, это очевидные вещи, что человек, который идет путем развития, как бы, себя физически, нравственно, через боевые искусства, безусловно, он достоин уважения, потому что он проходит через определенные ограничения, и любой труд, он достоин уважения. Но, вот, вот, несколько аспектов, я хотел бы подчеркнуть, то ведическое правило, которое подсказывает людям, как воспринимать этот мир через призму трех аспектов, время, место и обстоятельства, да, также для меня является подспорьем, чтобы сказать несколько реплик относительно, ну, скажем так, тех первых людей, которые, которым, скажем так, доверена, доверена, огромная ответственность управлять не своей семьей, как мы управляем, не своей компанией, как некоторые из нас управляют. Уровень ответственности повышается, градус, градус ответственности. Да, да, вот, я, как бы, хотел сказать, что для этого, вот, первый момент, даже не будучи кем-то, о чем я скажу, там, просто время, первый аспект время, не случайно, не случайно. Люди, когда собрались и договорились, и записали это в свод законов, да, которые называются Конституцией, не случайно, там есть ограничение времени. В той или иной интерпретации, если мы будем честны, то есть есть ограничение времени, тебе говорят, путь развития человека, стадии, вот ты об этом сказал, сегодня так было, вчера так, но в пик твоей необходимости и твоего совершенства личного, ты можешь послужить на благо общества, и тебе дается время, потому что аспект власти и так далее, он может наложить свой аспект. Вот время, тебе время дали, пожалуйста, не заходи за эти границы. И все мы, и многие мыслители, многие общественные деятели подчеркивают, в общем-то, очень большой вклад первого лица в развитие нашего общества на определенном этапе. Ну, я, маленькая пауза, и в принципе, в соревновательной деятельности время тоже есть, да, мы выходим на татамин. Вот, я говорю, схватка длится ограниченное время, в разных видах спорта по-разному, где 3, где 5 минут, раньше было в борьбе самбо 6 минут, там 12 было, да, но есть время ограничения, ты знаешь, сегодня действуют правила, ты в этой схватке, да, ты действуешь ограниченное время. Хорошо. Выложись, выложись. Сейчас сразу, Рустеб, сразу даю тебе, сразу, так сказать, контр-атаку, извини. Ну, просто мы исследуем, да? Да, да. И кушаем. И пьем. Ты видишь, мы сейчас что сказали, было и 12 минут, я разговаривал с Ольгой Цыпурским, он говорил, что даже на Олимпийских играх 64-го года первый поединок был там 6 минут, потом 8, потом 9, и финал был 12 минут. Потом укоротили время, потом было 5 минут дзюдо, сейчас 4 минуты дзюдо. Ты видел когда-нибудь человека, который боролся в Токио на Олимпийских играх 12 минут и продолжает бороться сейчас 5 минут? Нет, ну потом изменялся. Или наоборот, ты видел какую-то тенденцию, что раньше было 5 минут, а стало 25 минут? Есть люди, которые боролись 5 минут, потом 4 минуты. Правила можно изменять, значит. 5, 4, можно изменять. Подожди, ну правила, значит, кто-то может изменять. Они изменяются, начинается новая жизнь, новое время. Смысл заключается в том, что это время дается для того, чтобы человек проявил себя в лучшей форме, в лучшем виде, понимаешь? Жизнь не стоит на месте. И не надо цепляться к цифрам там. Было 3, стало 12. Оно разное. Жизнь не стоит на месте, и оно дает этот промежуток времени для того, чтобы человек проявил себя в лучшем виде. Представь свадку. Представь свадку. Он проявил себя. Все. Дальше, дальше. Он продолжает свою жизнь, продолжает свою жизнь, но дальше эффективность уже не та. Польза для общества уже не та. Пример борьбы, пример схватки. Вышли два борца, молниеносная борьба, 3, 4, 5, 6 минут. А потом, что начинается? Возят друг друга. И на это смотреть невозможно. А потом начинается голден скоб. Да. Голден скоб. Невозможно на это смотреть. Полуизможденные люди, ухищряющиеся там что-то делать. На это нельзя смотреть. Это неприятно, смотри. Схватка должна быть титанов. Якой. Понимаешь? Вот. Время. То есть, я продолжу, позвольте, модератор. Схватка титанов. Я согласен. Время. Но время может быть изменено. Мы же уже это поняли. Время может быть изменено. Но не до бесконечно. Но это эволюционный процесс. Вопрос-то кем оно может быть изменено? Может ли быть время изменено участникам поединка, вышедшим на татами? Он говорит, нет, я вот сейчас сделал юка на второй минуте. Все. Заканчивайте время, я выиграл. Или наоборот. Время закончилось, он проигрывает юка, он говорит, нет, нет, дайте мне еще пару минут, я хочу договориться. Когда ты выходишь на схватку, время во время схватки не будет меняться. Правила известны. Ты вышел на схватку на четырехлетний срок. От работы четыре года не больше. Кто может поменять это время? Вопрос. Когда ты борешься по правилам, ты вышел, уже знаешь все эти правила. Ты под себя правила не пишешь им, братан. Иначе ты уже становишься не борцом, достойным уважения и восхищения, а ты становишься уже плутом, достойным презрения. Короче, ты вышел на четырехминутную схватку, на третью минуту ты понимаешь, что ты начинал проигрывать. Проигрываешь, кричишь своим друганам. Эй, ребят, правила, вы меняете? Они кинулись, поменяют. И все нормально, понимаешь? Вот это называется, как он правильно сказал, плутовство, машинство. Первое слово, формазонство. Первый аспект, время. Это самое точное слово, формазон. Нарушен закон Бога, время, нарушен закон. Дальше. Что такое единоборство и борьба? Безусловно, из всех пяти физических характеристик, которые мы можем отметить, и давайте повторим. И я вспоминаю своего товарища Александра Лаптева, который, это тренер, тренер в Ростове, футбольный тренер, очень хороший, талантливый человек. Он, как человек, закончившийся, как и ты, институт физкультуры, он мне напомнил пять физических характеристик. И они, в принципе, у каждого спортсмена, который говорит о культуре физической, они должны отскакивать от зубов. Какие это аспекты? Сила, скорость, выносливость, гибкость или растяжка и координация. В борьбе, безусловно, на первое место это аспект силы. Это аспект силы. Как бы можно спорить на эту тему, но я бы поставил, с вашего позволения, все-таки на первом месте. Да, если уж так, то первое место аспект силы. Так вот, понимаешь, есть люди, вот я вчера встречал с своими друзьями, и мы делились впечатлениями посещения музеев. А музеи обычно, как бы, они про великих людей. Вот они были в музее Грибоедова, а я был в музее Циолковского. И вот эти титаны мысли достойны уважения много времен, я так скажу, много веков. То есть, вот эти великие люди, они, понимаешь, они были, вот нам нужны, нам нужны великие титаны, великие люди, достойные уважения, которые лучше всех в борьбе. А не клуб по ФСБ. Да, мы не говорим, мы с уважением относимся к кандидатам мастера спорта. Мы с уважением относимся к кандидатам мастера спорта. Мы с уважением относимся к перворазрядникам. Мы с уважением относимся к мастерам спорта. Но, если ты хочешь возглавлять, условно говоря, федерацию борьбы самбо и дзюдо, ты должен быть на уровне, ну, ЗМС, ты должен быть великим спортсменом. И тогда ты с высоты своего пути, ты можешь судить о чем-то. Понимаешь, если мы говорим о правильной оценке, ты должен быть великим. Если ты хочешь быть тренером, ты можешь быть, там, ну, кандидатом или мастером спорта. Если ты хочешь быть руководителем, как минимум, федерации борьбы, ты будь мастером, как минимум. А вообще лучше ЗМС. Понимаешь? И поэтому я говорю о том, что, если мы говорим о самом большом в мире государстве, где миллионы... Одном из больших. Нет, самое большое. Территориально, да? Самое большое в мире государство, самое большое, да? И богатое клювное мир. И самое богатое. Вот. И если мы об этом говорим, здесь должен быть наверху великий человек. Великий и с точки зрения ума, и с точки зрения пройденной школы единоборств тела, но и с точки зрения и нравственных ценностей, да? Поэтому те великие цари прошлого, которые в истории человечества есть, они показывают пример, на кого надо ориентироваться. Не на современные ценности, а они должны быть вне этих ценностей, они должны быть великие. У меня есть сомнения, что нашу страну на сегодняшний день возглавляют великие цари, достойные тем царям прошлого. У меня есть на эту тему сомнения. У меня большие сомнения. Да, большие сомнения. Почему? Потому что ведь ты, получая возможности, которые дает наша страна первому лицу, у тебя должен соответствовать этим возможностям быть качество великие, чтобы ты не потух и не скурился перед этими возможностями. То есть ты должен быть великим. Если мы говорим о спорте, то человеку, который там, я не знаю, мастер, не мастер, как бы туда лезть, как бы противопоказано. Ты не справишься, парень. Понимаешь? Ладно, следующий аспект. И не сможешь выполнить эту тему. Может быть, может быть, может быть. Он шел по этому пути, да, или кто-то идет по этому пути. Но мы все должны помнить, что мы каждый день просыпаемся. Помнишь, на прошлой нашей встрече я говорил о том, что мы живем каждый день новую жизнь. Да, и получается, что, я называл цифру, там, 16 тысяч, там, такой-то, там, день мы живем. 17 тысяч 12. Да, 16 тысяч 625, там, да. Мы получаем столько возможностей каждый день, но ведь мы находимся под давлением материи, да. В той называемой самой гуны невежества, который каждый день на нас давлеет. И каждый день мы должны помнить об этом, чтобы не скурвиться. И мы должны, ну, как бы не забывать о духовном начале и каждый день практику очищения проходить. Вот, то есть я хочу подчеркнуть о том, что если мы, если мы останемся, получив такие возможности, без, как бы, задачи очищаться каждый раз, то мы будем деградировать. Вот что мы и видим всей страной, что наша власть сейчас деградирует. И мы, подожди, вот еще я скажу, и мы, получается, из человека, который мог стать великим, получив великие возможности, мы получаем, который пренебрег очищением, да, оно приобретало только аспект силы, как Гитлер, да, как Дарт Вейдер, наш сказочный герой, получил возможности, но он привлекался только аспектом силы. А забыл о том, что сила, это недостаточное для великого человека качество. Еще должно быть чисто... Сила есть, ума не надо. Не-не-не, там есть и ум. Реплика справа. Там есть ум. Она сатирическая. Да. Но нужна еще чистота для великого человека, кроме силы, нужна еще чистота. И, кстати, я хочу сказать, чуть-чуть правее, Чайничек, поставьте, я хочу с не по-моему поставить. Кстати, я хочу сказать, что изначально, как одежда дзюдоиста белого цвета, так и санбовка была белого цвета. Подчеркивалась чистота. Подчеркивалась чистота не только физическая, но чистота помыслов, чистота нравственная, чистота душевная. То есть ты чист перед своим оппонентом, ты чист помыслами, ты чист и так далее. Сегодня же, конечно, в угоду, опять не знаю почему, в угоду либо каким-то непонятным вещам. Ну, мы знаем, что кимоно какое-то синее еще появилось, кимоно появилось еще, форма самбо красная там еще какое-то появилось, там разные цвета и так далее. Извините. Я просто, ну, в продолжение твоей мысли про чистоту и своей вот этой темы, да, что ведь самбо, самбо и твой репортаж в первые дни Нового года... Так. Так.